Ценные конкретики по названию, по списку и так далее. Расскажите, пожалуйста, конкретно о Дарье Михайловне Лотаревой и Ксения Мужского музея изобретенных искусств, и какие работы были переданы, и в каком количестве. Вот она конкретнее. Я думал, Алексей, вы скажите, раз уж яйца теперь у вас, Дмитрий Николаевич, я провал. Давайте так, я, наверное, не буду отвечать на ваш вопрос. Дело в том, что конкретика и, так скажем, остальные все детали, я думаю, что все люди у нас с высшим образованием, навыками чтения, и мы с этим разберемся в каталоге, в подписях и на выставке. Я бы хотел как раз-таки продолжить линию высказывания нашего уважаемого партнера из Альфа-Банка, сказать как раз об общих вещах. Дело в том, что этот проект вообще о самом главном. То есть все, что в нашей жизни имеет какое-то значение, отражено вот в этой истории, которую вы видите за предметами, собранными в небольших трех залах. Это и семейные ценности, семейные приоритеты. То есть задумайтесь просто. Сейчас мы с вами выставку видим после полутора лет работы над ней, но для кого-то это было три прожитых жизни. Жизнь коллекционера и жизнь двух поколений, которые смогли это сохранить, а потом систематизировать и описать, но не дожить до вот этого финала. Это и безусловно проект, который связан с атмосферой коллекционирования, с этой совершенно прекрасной деятельностью, которая в нас была вытравлена совершенно в 20 веке. И возвращается она иногда немножко уродливых формах, не все могут себе позволить, но для нас было очень важно погрузить вас в этот глубоко личный, правильно было сказано, что это очень человеческий мир. Это мир одной женщины, которая видела искусство по-разному, по-своему. Когда-то ее мнение совпало с последующими мнениями искусствоведов в случае этой работы. И то, что висело просто у нее на стене, находится теперь в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Это, конечно же, очень важный проект, который говорит о бескорыстии. Насколько это важная черта в обществе, в современном. Как мы в этом нуждаемся и как удивительным его проявление кажется нам в мире, который, собственно говоря, весь пропитан консюмеризмом. И даже вот мы возьмем, если детали этого проекта, они всегда нас отсылают к чему-то большему. И нам очень хотелось бы, чтобы вы и наш посетитель как раз-таки смогли прочесть вот все эти, так скажем, многослойные наложения, все эти глубины проекта за иногда совершенно скромными вещами, которые выглядят иногда совершенно непритязательно, но подписаны людьми, которые меняли историю искусства в нашей стране, которые вносили совершенно новое знание в представление о том, что такое прекрасное. И это в чем-то и метафора вот этого жеста, жеста всех этих трех дам, которые каждая в своей, так скажем, особой роли передали лучшее из того, что они имели, и самое важное из того, что они имели, передали в Государственном музее. И, безусловно, когда эта выставка, так как мы прожили тоже часть этой жизни совместно с коллективом, для нас, конечно, это очень личное и такое трогающее внутри высказывание, нам очень хотелось поделиться им и с вами, и с посетителем. Это без деталей. Но список, если говорить о нем, мы получили очень много предметов из, так скажем, из интерьера самого коллекционера, и, наверное, эта мемориальная часть этой выставки, возможно, является тем посланием, которое отражает вот наше личное участие, представление о жизни, об этой удивительной квартире, в которой все это находилось когда-то, и которое и сообщает как раз-таки вам вот все эти смыслы, о которых мы за этим столом говорим. Но, безусловно, у нас в нашем собрании оказались действительно шедевры, как минимум две вещи. Это вещи, которые вообще кардинально меняют состав нашей коллекции в лучшую сторону. Вот о них вам может рассказать Ольга Анатольевна, и сейчас она поднимется, чтобы вы ее видели, и о Троице, и о нашем Истодиеве, который мы приобрели с этим даром. Но, опять я повторюсь, что не это самое главное. Это очень важно, да. Но самое главное как раз-таки история жизни, история этого дара, и история, скажем, которая стоит за действиями и мыслями этих людей. Поэтому, вкратце так, мы получили вот это в качестве главного, мы получили все какое-то внутреннее автоматическое улучшение самих себя. Потому что, когда ты сталкиваешься с таким жестом, с поступками таких людей, это преображает от тебя внутренне. То есть ты иногда отвлекаешься от дел, быта, проблем, чего-то еще, и приобщаешься к чему-то совсем другому, когда ты сталкиваешься с такими поступками, с такими людьми. Поэтому это главное, что получили мы. Я надеюсь, что это как-то и прочувствует посетитель. Спасибо большое. Итак, господа журналисты, если у вас есть вопросы...